У Дани, если что, новая игрушка, а сейчас мы посмотрим на реакцию. Так и задумался. Прикольно. Попоним. Попоним, что надо. Теперь я знаю, как занять ребенка. Всем привет, ребята. У нас новый день. Я сегодня решила поснимать. Даня сейчас спит. Я, как обычно, занимаюсь домашними делами. Вот решила присесть, что-нибудь записать. Ничего особенного, на самом деле, у нас нет. День рождения прошел просто отлично. Мы потом долго разбирали все эти подарки. В итоге у нас теперь целый автопарк. Нам подарили пять транспортных средств. Их не назвать велосипедами. Там есть и велосипеды, и машинки, и всякие там вот эти штуки. Я не знаю, как они правильно называются. В общем, пять штук. Я не знаю, что с ними делать, потому что Дане явно столько не пригодится. Я думаю, придется, не придется, а я пожертвую кому-нибудь. Может, какую-то малоимущую семью или что-то в этом роде. К сожалению, потому что Дане просто не успеет ими всеми воспользоваться. И зачем зря пропадать хорошие вещи, если можно найти ей такое хорошее применение. В общем, с этим вопросом мы пока еще будем разбираться. У нас на данный момент забиты все свободные места в доме именно этими игрушками. Дане у нас суперактивно. Теперь он вообще не ползает. Он только бегает и присаживается на попу резко. Поэтому у нас квартира больше не будет выглядеть, как прежде. Он просто разносит все полки. На кухне вот есть одна свободная полка. Он просто ее потрошит целыми днями. Я там постаралась убрать по максимуму все, что оттуда возможно. Но оставила те вещи, которые он может потрошить, чтобы, во-первых, ему это нравится, чтобы он это делал. Во-вторых, чтобы это было безопасно. И, в-третьих, я не могу оттуда все убрать. Мне просто некуда. Вот, поэтому вот из нового это такое. Он очень активный. Он постоянно хочет бегать. И, слава богу, за счет этой активности он хорошо теперь спит. По ночам, конечно, иногда просыпается. Но это не сравнить с тем, что было. Поэтому вот это из нового. Папа у меня, к сожалению, уже уехал. Скоро к нам приедет наша бабушка. Поэтому опять ожидаем гостей с нетерпением. И, в целом, пока что как-то так. Сегодня нас ждет обычный день. Я, если честно, даже страшно в этом признаться, 4 дня не выходила из дома. Выходила буквально 2 раза на 5 минут в магазин. Ну, так, чтобы прогуляться. Я не выходила. Во-первых, был дождь. Во-вторых, как-то Дав забирал Дани на прогулку. То есть у меня отпадала какая-то надобность выходить. Но сегодня вроде погода нормальная. С утра был такой туман. Но написано, что сегодня будет плюс 19. Очень странно. И я рассчитываю выйти из Дани на прогулку. И себя выгулить. Потому что, конечно, дома сидеть – это такое себе удовольствие. И пока что так. Сегодня поснимаю, что успею. Это кто проснулся? Даня, кстати, научился показывать пальцем то, что он хочет. Вот он сейчас показывает на йогурт. Да, Дань? Ты теперь это умеешь? Мы, кстати, на днях пойдем в детскую парикмахерскую. Наконец-то пострижу Дане его хвостик. И мне даже сказали, что в этой парикмахерской есть такая услуга. Они, когда первый раз как бы стригут ребенка, дают первый пучок состриженных волос. Я так понимаю, его как-то оформляют в какую-то там упаковку и дают родителям. Пожалуйста, кто знает, ответьте мне на вопрос, зачем хранить эти волосы? Потому что я ничего против не имею. Просто я не очень понимаю, зачем. Да, Дань, ты знаешь, зачем? Если кто-то знает, сообщите, пожалуйста, зачем хранить детские волосы первые? В этом есть какая-то традиция какая-то или смысл? Я не очень понимаю, потому что у кого я спросила, кто хранит, они не ответили мне на вопрос. Сказали, что не знают. Просто вот просто. Кстати, чуть не забыла сказать, ребята. Спасибо большое всем за поздравление. Да, я согласен. Очень много добрых слов там написали. Большое вам спасибо от всего сердца. Очень приятно было это все читать. Уверен, Даня был бы рад, если бы он мог понимать. Так что спасибо. Кстати, также из нового. Мистер Лимон чувствует себя хорошо, хоть он такой у меня как будто бы грязный, но я его мою, он что-то не отмывается. Не знаю, что это белое. Он дал росток, вот он. И уже вырос так хорошо. Лимон сам вот этот вот потяжелел. Я не знаю, мне кажется, он желтеет. Сейчас он стал чуть посветлее, так что есть надежда выпить все-таки текилы в декабре где-то. Даня, ну что по плану у нас сегодня? Будем крушить все? Будем? Больше. Будем. Мне показалось, я ему сказал, будем. Больше всего он крушит, если что, бедного Каспера. Вон он в угол заделся. Даня очень любит Каспера, и он его любит достаточно... Достаточно грубо. Мы пытаемся его огородить, конечно, но... Даня, что такое? Что такое? Мы пытаемся бедного Каспера огородить, но не всегда нам это получается, не всегда это удается, поэтому Каспер, конечно, он очень терпеливый, он на него не рычит, не, естественно, не кусает, ничего такого не делает. Просто мне жалко самого Касперка, потому что он у нас просто с великим добрым сердцем, и я стараюсь их все-таки разделять, потому что Даня пока еще не понимает, ему невозможно объяснить, что надо с животными более ласково обращаться, но он это делает из большой любви, я уверена. Да, Даня? Я на самом деле очень рада, что я веду свой влог хоть и немного нерегулярно, я рада, что эти видео у меня сохранятся, я надеюсь, что YouTube никогда не удалят, или просто у меня будут сохранены у себя где-то. Я, если честно, их удаляю, но я знаю, что из YouTube их можно заново скачать, и, возможно, в один день я этим займусь, скачаю, где-нибудь буду хранить, потому что у меня пару раз были такие ситуации, когда все фотографии, которые хранятся на девайсах, на телефоне, у меня просто удалялись, и у меня просто, их просто никак не вернуть, к сожалению. Я бы хотела, конечно, чтобы Данины вот эти вот воспоминания остались именно в видеоформате, потому что, мне кажется, это очень прикольно пересматривать. По поводу видео, мне несколько человек спросили, буду ли я выкладывать видео вот это вот одна секунда каждый день в течение первого года его жизни. Я его выкладывать не буду, потому что, ну, это на самом деле очень личное, очень, ну, не очень, конечно, но оно все-таки личное, я не хочу его выкладывать на YouTube, потому что, не знаю, не хочу, поэтому его, к сожалению, здесь не будет. Кстати, по поводу детских воспоминаний, я тут задумалась вчера буквально на тему того, что я, на самом деле, очень плохо помню свое детство, я его практически не помню, у меня какие-то обрывочные воспоминания, и очень часто люди, которые, с которыми происходили какие-то события, там, мои друзья, там, родственники, рассказывают какие-то ситуации, в которых я принимала участие, и которых я вообще не помню. Я решила почитать на эту тему, и на самом деле везде говорят, что не помнят детство только те, у кого была детская травма. Я сомневаюсь, что у меня была детская травма, я просто, мне кажется, была просто рассеянная. Хотя, опять же, первое свое воспоминание, я только вчера поняла, что оно очень раннее, потому что оно очень ярко окрашено эмоциями. Я помню, как меня кормила бабушка, и, видимо, я как-то ела непонятно как, и она постоянно ложкой вот так вот у меня вот эту кашу или что соскребала, и вот это ощущение неприятное, я прям очень сильно запомнила. И я вчера только осознала, что если она меня кормила с ложки, вероятно, я была очень маленькая, то есть я не могла сама есть. И вот очень странно, что именно это воспоминание у меня не стерлось, я его помню четко, я уверена, что это не какие-то там мои фантазии, то есть я помню это ощущение мокрого подбородка неприятного. Но именно после этого как-то вот я детство говорю, я очень плохо помню. То есть я, у меня такие четкие воспоминания, ну, в подростковости уже, такой поздней подростковости, я бы сказала. Интересно, с чем это связано? Я не знаю, вы вообще вот расскажите, вы хорошо помните свое детство? Много ли воспоминаний? Нормально ли это его не помнить? Потому что, я говорю, я начала про это читать, везде говорят, что какие-то детские травмы, какие-то мозг пытается защитить. Я уверена, ничего такого у меня не было, потому что у меня есть родной брат, и он точно так же рос вместе со мной, и он все прекрасно помнит. То есть он более был внимательный, может, я какая-то рассеянная была, не знаю, с чем это связано, но я так задумалась, интересно. Когда мне надо что-то поделать, и мне надо как-то отвлечь здание, я просто открываю дверь в стиральной машине, и он буквально здесь проводит очень много времени, у него прям любовь со стиралкой, я не знаю, почему она ему так нравится, он любит эту дверцу открывать, закрывать, иногда заглядывает внутрь, там, видимо, интересное что-то. Да, Дань? Вот он приметил Каспера, сейчас пойдет мучить. А, нет, или мячик? Дани? Ну что, ребята, весело под столом? Очень весело под столом. Касперок, ты самый великодушный пес из всех, кого я знаю. Ой, Дань, твой пучок тут все выгораживает. Касперок, хорошо все у тебя? Хорошо все? У нас несколько дней были дожди, и Каспер сразу становится не белым. Конечно, в пыльном Ереване, с белой собакой надо... Даня, хорошо, ты будешь звездой. Крупным планом только ты. Ну что у вас, любовь? Любовь? Любовь. Мы сейчас находимся в центре Еревана. Это кафе для тех, кто любит кофе по-армянски. Если вы любите кофе по-армянски, на улице Туманяна. Супер кафе, как он называется? Да, в Джемини, да, по-моему? Джемини называется. Здесь очень вкусный кофе. Его, кстати, там продают тоже. Именно по-армянски. Американо здесь отстой. В общем, мы сейчас сидим. У нас кое-какие дела в городе. Сидим с дамом и из Дани. В общем, ребята, у нас уже вечер. Я сейчас уже буду Дании, надеюсь, в скором времени купать и укладывать спать. С его активностью. Моя активность, соответственно, тоже возросла. У меня просто нету... Я постоянно жаловалась на то, что у меня нету сил, но у меня их, правда, сейчас нет. Я на этом закончу свой влог. Спасибо всем за просмотр. Будет обычный вот такой влог. Ни о чем. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok